В итоге Американская киноакадемия запретила новоиспеченному лауреату Уиллу Смиту появляться на церемонии награждения следующие 10 лет. Я решил поддержать старину, вспомнив об одном из его лучших фантастических фильмов, который в свое время стал большим хитом. Всем привет! Речь сегодня пойдет о блокбастере Я-легенда. Новелла Ричарда Мэттисона будоражила умы кинематографистов не одно десятилетие. Впервые ее экранизировали в 1964 году в Италии, а спустя 7 лет на экраны вышел и голливудский вариант с Чарльтоном Хестоном в главной роли. В первой половине 90-х проект разрабатывался Ридли Скоттом с прицелом на участие Арнольда Шварценеггера. Но из-за разногласий по бюджету фильму так и не был включен зеленый свет. В конечном итоге права перекочевали на студию Warner Brothers, по заказу которой Акива Голдсман написал сценарий. Главную роль утвердили Уилла Смита, который к 2006 году закрепился в статусе мировой кинозвезды. В режиссерское кресло усадили Фрэнсиса Лоуренса, постановщика комикса Константин Повелитель Тмы. Действия романа перенесли из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, образ которого должен был претерпеть кардинальные изменения при помощи компьютерной графики. Съемки проходили на улицах мегаполиса и в настоящих помещениях, а не в студийных павильонах. Предварительно все сцены действия прошли при визуализации. Превизы также создавались и в ходе самих съемок. Вампиров из романа превратили в мутантов. Первоначально их должны были играть актеры в пластическом гриме. Но из-за нехватки времени на утверждение дизайна и из-за неудавшегося теста с беготней статистов для одной из сцен, студия решила создавать этих существ в графике. Таким образом число планов с визуальными эффектами увеличилось с 400 до 800. Открывающая фильм сцена с пустынным Нью-Йорком является не только визитной карточкой проекта, но и квинтэссенцией творческих задач, которые были поставлены перед съемочной группой. Отдельные кадры снимались на перекрытых улицах Нью-Йорка, которые впоследствии вычищались от всего лишнего, в том числе и от наличия в кадре людей на заднем плане и любых признаков жизни. Общие планы с проездом автомобиля перестраивались. С использованием геометрии зданий, воссозданных по фотографиям Манхэттена и материалов ледарного сканирования. Кадры с проходом через пшеничное поле с видом на Таймсквер снимались в павильоне. Это единственные кадры вообще, которые снимались в павильоне. Задний план тут целиком был воссоздан средствами графики. К слову, основным VFX вендором была выбрана студия Sony Imageworks, удостоенная премии Оскара за визуальные эффекты к Человеку-пауку 2. Это еще тот Человек-паук 2, который снимал Сэм Рэйми. Сцена с Пруклинским мостом снималась на настоящей локации. Известно, что на тот момент этот эпизод был самым дорогим из когда-либо снимавшихся в Нью-Йорке. Съемки обошлись в 5 миллионов долларов из-за привлечения огромного числа статистов. Все разрушения, конечно же, реализовывались средствами компьютерной графики, о которой пришло время поговорить. Я-легенда – это топовый кинопроект в плане визуальных эффектов, который вместил в себя все решения абсолютно всех задач в области компьютерной графики и анимации. Помянутые привизы использовались для постановки экшена. Трекинг применялся для отслеживания движения камеры с последующим композитингом трехмерных объектов в сцену. Достройка фонов при помощи техник Deep Compositing и MetaPainting также нашли свое применение. Наконец, симуляции динамики твердых тел и персонажная анимация. Например, модель моста для кадров с обрушением воссоздали в Гудине, чтобы затем расшатать его и обрушить. Трехмерщики применили симуляцию динамики твердых тел и процедурные настройки. Помимо этого специалисты симулировали дым, брызги и обломки. Даже спустя 15 лет после выхода на экран этот эпизод смотрится довольно впечатляюще и зрелищно. Мутантов на площадке играли актеры в серых костюмах с датчиками для захвата движения. Макап данные собирались, вычищались и дорабатывались аниматорами, которые работали в Autodesk Maya. Кожа существ имела подробную текстуру, написанную программистами шейдера и всегда визуализировалась с эффектом подповерхностного рассеивания. На тот момент качество графики анимации было на хорошем уровне, но сейчас в облике и движениях этих персонажей чувствуется вымученность и искусственность. Все-таки антропоморфные существа – ахиллесовая пята трехмерной анимации, когда требуется реализм беспримеси стилизации. Дизайн трехмерных мутантов был создан в студии Totoplus. После согласования предложенного образа мастера студии вылепили скульптуры мужской и женской особи в масштабе 1 к 4. Что касается физиономии мутантов, то их создали в натуральную величину. Впоследствии скульптуры сканировались и моделеры уже работали с оцифрованными моделями, которые модифицировались и подготавливались под анимацию. Оживление мутантов производилось с использованием упомянутой чуть ранее техники захвата движений. Лицевая же анимация редактировалась с применением ключевых кадров. Бешеные крысы также создавались в графике и анимировались в пакете Autodesk Maya. Примечательно, что одним из живых референсов для аниматоров послужил задиристый хомяк их коллеги, а не домашняя крыса, отличавшаяся чересчур спокойным поведением. Специалисты потратили довольно много времени на поиск нужного поведенческого паттерна, который бы показал опасность инфицированной особи крысы без намеков на комичность. И в завершение я расскажу о финальном сражении. Главный герой похищает самку мутантов, после чего его дом атакует 150 особей. В финальной битве приняло участие максимальное количество анимированных персонажей. В этих кадрах действовали как модели, оживленные при помощи техники захвата движений, так и по ключевым кадрах. В тех случаях, когда в кадре присутствовали одновременно до 40 особей, их оживляли с использованием программного комплекса Massive и агентов искусственного интеллекта, которых визуально подгоняли под утвержденный образ мутантов. Взрывы в момент прорыва через парк – это пиротехнические эффекты, которые дорабатывались средствами композитинга при добавлении в кадры. Работа над визуальными эффектами была окончена за один месяц до премьеры. Фильм «Я легенда» понравился как зрителям, так и кинокритикам. В кинотеатрах лента заработала более 585 миллионов долларов при официальном бюджете в 150. С учетом умышлительных продаж на вторичных носителях, проект принес ощутимую прибыль. Какое-то время курсировали слухи о сиквеле или ремейке, но дальше разговоров дело не пошло. По гамбургскому счету у нас есть оригинальный фантастический фильм, который обречен на хорошую зрительскую аудиторию даже года спустя. Если тебе понравилось мое видео, то обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok